Пока идет упаривание золотосодержащих растворов из пластиковых микросхем транзисторов я займусь вот этими микросхемами транзисторами уже металлическими. Вот что я в комплекте в этом нашел. Это транзисторы с небольшим содержанием позолотки внутри. Вот они белые. Сколько их? 10 штук. 10 штук вот таких транзисторов. Конечно я их буду вместе перерабатывать, но здесь позолотки мало. Как я буду готовить этот материал? Вот с этих транзисторов заберу подложки с позолотой. Их всего два таких транзистора. Ну и вот эти покусаю болты. Сниму вот эту голову. Немножко покусаю, чтобы легче травить было. Ну и наверное здесь таких немало. Микросхем транзисторов. Сниму вот эти головы и буду отдельно их перерабатывать. Посмотрим сколько же там остается позолотки вот на этих на этих шляпках. Вот я их поснимаю. Снимаю и отдельно переработаю. Не получилось у меня сломать эти головы, эти шляпки. Снять со всех транзисторов и микросхем. Только снимается легко. Это на КТ-601, 608. Там конечно шляпки снимается легко и можно было бы их переработать отдельно. Не получилось. Так я подавил все это. Немножко избавился от стеклышек. Вот сколько их получилось. Вот эти стекла. Затем, затем, ну вот сколько. Это светодиодов. Это пластик. А керамика здесь вот. Вот керамика с них. С позолотой. Здесь болты. Эти подложечки две штучки. Сейчас в первую очередь, да, эти тоже сюда я брошу. Уже не буду их не кусать ничего. Сюда их выложу. Эти белые. Пускай так и травится. Что там у них, что там на них. Кислоты разберутся. Сейчас я все это засыпаю вот эту колбу. И буду избавляться от припоя. Припой здесь конечно есть. Засыплю и залью азотной кислотой. Поставлю на плитку и доведу до бурной реакции. И сразу буду сливать. Сливать буду через воронку. Через меленькое сито. Ну и таким образом избавлюсь от припоя. Ну вот покрыл азотной кислотой. Сразу пошла реакция. Ставлю еще плюс на плитку. И пускай припой растворяется. Вот немножко уже раствор зеленеет. Не только припой растворяется. Можно еще воды добавить. Сейчас я воды добавлю. Вот добавил воды. Пока вот такая реакция. Нужно конечно помешивать. Включаю вытяжку. Включаю вытяжку. Еще воды нужно добавить. Ну все. Раствор можно сливать. И промыть водой. Какой-нодел çıktовой пайот. Сливать. И д generation, сиденья distributor. Э sahи. Музыка. Я всю ночь. Включаю. Идем. Субтитры сделал DimaTorzok Вот и все. Вот такой раствор получился. И вот детальки. Там где был припой его уже нет. Процесс очень быстрый. Несколько, пару минут наверное прошло. И припой смыт. Теперь можно этот материал заливать электролитом с азоткой и делать травление. Только я все это пересыплю в другую колбу, в мой реактор и подключу вот эту систему. Пускай диоксид улетучивается в вытяжку. Ну а этот раствор еще отстоится. И посмотрим, что там окажется на дне. Здесь вот сверху ничего такого нету. Но можно тоже промыть. Вот эту сеточку промыть нужно. Возможно какие-то пылинки золота сюда попали. Вот так идет повторное травление. Вот раствор после первого травления. Здесь конечно с промывкой. Вот на таком фильтре. Ну там что? Там лак, пластик и чуть-чуть позолудка там есть конечно. Ну а здесь что выпадет на дно. Я соберу его вот так как и вот этот осадок. Это осадок после промывки припоя. И вот посмотрим, что там выпало. Конечно, камера, наверное, камера не увидит. Но я вижу, там есть частички. Такая вроде бы пыль. Золотая пыль есть там. Которая была под припоем. Она тоже слетела вот сюда и выпала на дно колбы. Ну колба была вот эта большая. Я потом промыл. Слил весь раствор, который там был. В растворе, конечно, осталось олово. Возможно там медь и все такое прочее. При реакции собралось. Ну я его слил. А то, что выпало на дно, это выпало что-то там черное. Возможно это свинец. А возможно даже и серебро. Кто его знает. Да, и там немножко так я вижу. Есть песок. Не песок, а стекло. Крошки стекла. Ну и позолотка там есть. И эту позолотку я буду все равно забирать оттуда. Вместе. Вот брошу туда и эти стеклышка. Этот песок со стекла. Брошу сюда. Залью царем. Плюс, что соберется на дне этой колбы. Колбы тоже сюда соберу. Промою. И залью царем. Вот здесь пока я рассказывал. Вот реакция прекратилась. Нужно доливать азотной кислоты. Удалил азотки. Вот такая реакция. Снова идет бурное растворение. Растворение, конечно, железа, там всего прочего. Травление. Чем хороша эта система? Смотрим. Вот немножко дал больше я азотной кислоты. И наша позолудка ушла вот сюда. и никуда не девалась. Мы ее оттуда заберем. А если бы не было этой системы, все бы ушло бы на этот песок. То, что вылетело с реактора, с колбы. Ну, оно вот сюда ушло. Там мы его заберем оттуда. Вот такая позолота осталась после травления. И вот сколько ее в колбе. Ну, и вот на фильтре. На фильтре также есть чешуйки, те, что убежали вот в это стекло. Стекло Дрекселя или стекло Тищенко. Не знаю, как эта установочка называется. Но главное то, что она помогает. Здесь упаривается уже раствор. Вернее, ну да, раствор золота. Здесь уже царь, который побывал ну вот в этих осадках. У всех осадках, фильтрах. Это осадок там из припоя. Затем там стеклышко, песок был. Ну и посадки из травлений. Растворил царской водкой. Вот сейчас там упаривается. Я проверял. Золота там конечно мало, но все равно что-то будет. Хлорным оловом я проверял. Есть там немножко. Ну и сейчас вот это золото, вот эту позлотку буду заливать царем ну конечно вместе вот с этим фильтром с этой позолотой и растворим. Посмотрим сколько же золота получилось вот с таких микросхем с транзисторами. Залил позолоту царем и золото растворяется. Растворится и будем делать осаждение. Золото растворилось профильтровал нагрел ну и сейчас будем восстанавливать это золото уже из раствора. Сначала гасим азотку с ульфаминовой кислотой она там есть потому что я растворы не упаривал этот раствор этот конечно упаривал немножко ну и здесь проверим здесь немножко было здесь еще нужно добавлять сульфаминки и еще для контроля ну и все железный купорос уже готов нагрел и будем осаждать золото вот золото и сюда попробуем что здесь здесь что-то слабо здесь вот пенка здесь раствор конечно потемнел но золото здесь очень мало сюда еще залью железный купорос помешиваю ставлю на плитку и пускай золото выпадает потом включусь растворы простояли полчаса на плитке затем оставил на ночь вот сколько выпало золота немножко там какая-то мутища выпало ну вот сколько осадков это основной раствор из чешуек ну это со всего тоже выпало вот на дне там немножко видно золото выпало ну вот раствор вот такой кофейный остался не знаю почему железный купорос чем-то среагировал в общем собираю я все эти осадки у места буду чистить сушить затем сплавим и взвесим высушил осадок золотом вот такой цвет у него вот он и вот у меня тегилек сейчас взвесим попробую одной рукой колба горячая еще вот такой вес 220 там еще немножко осталось на дне 220 еще сплавить ну вот так наверное где-то будет 218 215 вот такой вес сплавлю потом еще взвесим слиток готов вот он взвесим 218 218 218 плюс вот еще золото Игоря 430 4 грамма 300 миллиграмм вот такой же вес получился из посылки но еще осталось проработать вот эти детальки не знаю где там у них искать золото посмотрим и и вот эти кнопочки там контакты это все уже третьей серии будет ну а сейчас пока всем всего хорошего всем добра и удачи всем пока